Красноярские библиотеки подготовили интересную программу в рамках Всероссийского библиотечного конгресса, который пройдет в городе с 15 по 18 мая. Тут вам и литературные квесты, и чтение на бегу, и фэнтези-мюзикл. Но обо всем по порядку поговорим с нашей гостьей. У нас в студии Татьяна Трифунтова, заместитель директора Централизованной библиотечной системы взрослого населения имени Горького. Доброе утро вам! Доброе утро! Доброе утро! Татьяна, расскажите, а что же такое библиотечный конгресс? Что за мероприятие? Библиотечный конгресс ежегодно выбирается столица библиотечная, и проходит масса различных мероприятий именно для библиотечных сотрудников. Вот в этом году такой столицей стал наш город Красноярск. Да, мы победили. Это был конкурсный отбор. И по тем критериям, которые были предъявлены, мы стали победителем. А с тем пришлось сражаться? С какими городами? Передала нам эстафету город Калининград. Спасибо им большое. Мы знаем, что в течение трех дней очень насыщенная большая культурная программа нас ожидает. Поподробнее расскажите, какие мероприятия можно будет посетить. Кроме профессиональной программы, которая для библиотекарей, также наши библиотеки города Красноярска подготовили большое количество мероприятий для разных категорий наших жителей. Поэтому мы ждем в библиотеке и взрослого населения, и родителей с детьми, и детей, потому что программа очень насыщенная. Это и традиционная встреча с красноярскими писателями и поэтами, это и мероприятия в самих библиотеках, литературные часы, семейные вечера. Сегодня, кстати, 15 мая, это Международный день семьи, и Красноярск библиотека имени Черкасова подготовила большой праздник семейный. Поэтому мы приглашаем наших, что будет на этом празднике. Настя упомянула, что будут квесты и фэнтези-мюзикл. Давайте поподробнее, такие интересные названия, расскажите, что это будет. Помимо того, что будет происходить в библиотеках, конечно, это и районное мероприятие. Вот в этом году Ленинский район отмечает свой юбилей, поэтому там библиотеки проводят литературно-исторический квест по проспекту Красноярские рабочие в центре города. Центральная городская библиотека будет проводить литературный квест, литературный дозор, который мы ежегодно проводим. И, конечно, самое большое количество мероприятий и для детей, и в том числе вот библиотека имени Добролюбова, она впервые рискнула взять на себя такую ответственность, и по произведениям сага «Копье» поставила мюзикл, который называется «Легенда в вратах». И все те актеры – это просто наши студенты красноярских вузов. Задействовано около 20 человек в этом мюзикл. Мы сами ждем с нетерпением посмотреть, что это такое будет, потому что все авторские права у нас соблюдены. У нас студенты списались с композитором Кругловым, который ставил мюзикл в городе Москве и привозил в город Красноярск, и получили добро. Они списались с писателем Маргарет Уитсон в США. И тоже все серьезно, поэтому мы сами в ожидании, что это будет. Это будут и песни, и танцы? Да, да, это будет настоящий мюзикл в библиотеке. Когда, когда можно будет? 19 мая в 19 часов библиотека имени Добролюбова. Очень интересно, всем нужно обязательно это видеть. А расскажите, что же такое за чтение на бегу? Чтение на бегу – это детская библиотека имени Драгунского делает такое весеннее ускорение, мероприятие, где дети будут соревноваться в скорочтении. А, вот оно что. То есть они будут здесь и читать свои стихи, стихи читать правильно. И также разные для них будут конкурсные устроены конкурсы, в том числе и чтение на бегу, чтобы правильно прочитать на бегу строки стихотворения. Из хорошей дикции, наверное, да? Конечно. Но для совсем маленьких детей что-нибудь есть? А для маленьких детей, конечно же, библиотеки тоже подготовили. Это и праздники с детьми для родителей, и также это просмотры различные и громкие чтения детских произведений, детских писателей. Так, вот в библиотеке Добролюбова у нас каждую субботу проходит, так сказать, доброчас. Когда родители собираются вместе с детьми, с маленькими, они смотрят какие-то русские мультики по произведениям русских и советских издателей. Это хорошее мероприятие. Скажите, а где же можно узнать подробную информацию о том, когда, где, что можно будет посетить? Вся подробная информация, она расположена на сайте Перенцона 23. Это для взрослых библиотек. И то же самое на сайте детских библиотек. Можно посмотреть всю программу. Спасибо вам большое, что этим утром пришли к нам в студию и все рассказали так подробно и интересно. Желаем продуктивной работы на конгрессе. Поздравляем с Днем Семьи. Спасибо. А сейчас, может быть, даже приглашайте всех наших зрителей, чтобы посещали библиотеки. Конечно, мы с удовольствием приглашаем всех наших жителей и гостей города Красноярска в наши библиотеки обновленные, потому что там происходит каждый день что-то новое и интересное. А в гостях у нас была Татьяна Трифунтова, заместитель директора Централизованной библиотечной системы взрослого населения имени Горького. Спасибо. Спасибо большое. С праздником вас вчера. Спасибо.